Перекрытие кручёное, конечно, да. Проект у меня есть эскизный. Компания ответила, что проект мы своим клиентам не скидываем. Это хорошо. То есть каждая вторая, чёрная, синяя... Они приехали такие или стали такие? Они приехали такими. Здравствуйте, меня зовут Александр Минеев. Я партнёр компании «Строи. Живи» в Нижнем Новгороде. Сегодня мы находимся в деревне Утечино. Это пригород, самый пригород Нижнего Новгорода. К нам обратился заказчик с целью проконтролировать внешнего стороннего подрядчика, который выполняет строительство силового каркаса, строительство каркасного дома. Ну, в данном случае пока этап силового каркаса. Дело в том, что подрядчик затягивает строки строительства и строит с ошибками. И уже сменилось здесь несколько бригад. И каждая бригада новая, которая приходит смотреть на этот дом, говорит, что построена с ошибками, построена неправильно. Заказчик это всё беспокоит. Он не знает, как это проверить, где правда, где неправда. И поэтому заказчик обратился в компанию «Строи. Живи» к Александру для того, чтобы, может быть, имеется какая-то возможность помочь в сложившихся обстоятельствах. Меня зовут Александр. Ситуация произошла следующим образом. Как мы вообще пришли к тому, чтобы строить свой дом? У нас в прошлом году родился ребёнок, то есть нас уже стало четверо. Подвернулся вариант, чтобы построить дом, грубо говоря, по цене квартиры. И мы, не задумываясь, начали искать подходящие уже готовые варианты. Подходящих вариантов мы не нашли. Да даже если бы мы их нашли, то кто знает, как это всё было построено, с какими ошибками, по каким нормам, и качество готовых домов тоже бывает разным. Решили строить сами. Обратились в строительную компанию, не самую худшую, а, грубо говоря, самую лучшую, то есть из одобренного списка, который предоставил нам банк по ипотеке. У вас проекты есть? Проекты есть. Опять же, по поводу проекта. Проект у меня есть эскизный. На просьбу скинуть мне нормальный проект, подробный, мне компания ответила, что проект мы своим клиентам не скидываем, то есть мы даём гарантию, но проекты мы не предоставляем. И опять же наклёвывается вопрос, как тогда я должен, буду проверять, всё ли выполнены, все работы выполнены по проекту, а не... Конечно. Конечно. Конструктивный проект, он может, на мой взгляд, он может быть не согласован напрямую с клиентом, потому что клиент не эксперт. Ну, это как если вы придёте к зубному врачу и будете его учить, как вам лечить зубы, да? Это ненормально. Вот. Но сам проект, он должен быть, и строить дом нужно по проекту. Если у компании нет проекта, то есть, ну, если она не предоставляет, значит, нет, да, моё только такое мнение остаётся, то это не компания, это дикая бригада. Потому что без конструктивного проекта строить каркасный дом... Ну, я не представляю. Согласен. Но за проект они взяли определённые деньги, то есть, и это на минуточку 75 тысяч рублей, вот. А отправили они мне только эскизный проект и втирали то, что вот это и есть проект. То есть, как бы, что вы пристали со своим, грубо говоря, более подробным проектом. Вот вам проект. Ну, этот эскизный проект, там что это? Как коммерческое предложение. То есть, там перспективные виды, там спереди, сзади... Архитектура. Да, то есть, сама комплектация, там доски 150... Я понял. Кровля там 200, всё это дело обрешётка. Ну, опять же, это, мне кажется, каждый студент, который в стройке учится, сделает вам за 2-5 тысяч рублей. Вот это то, что они, грубо говоря, скинули. Сроки строительства у нас должны начаться 15 июня. По 15 июля. Начали переживать. То есть, 15 июня уже прошло. 16, 17, 18 июнь прошёл. То есть, как бы, бригады нет и нет. Материала на участке нет и нет. Что делать? Звоним в компанию. На что компания отвечает, что сейчас свободных бригад нет. Опять же, июнь прошёл, июль прошёл. Вот, я уже начал что-то предпринимать сам. То есть, искать сам бригаду. То есть, времени я потратил неделю, чтобы найти бригаду. Нашёл бригаду, бригада приехала. Заехала она в августе числа 10-го. То есть, вы договорились с компанией, с кем я начал заговор о том, что вы для них найдёте бригаду. Да, давайте, то есть, как бы, если... Ну, пойду, что ли, помогу вам. Помогу вам в поиске бригады. Если понравятся бригады, давайте возьмём их на работу, пусть строят. Не понравятся, то есть, как бы, ищите, как бы, свою дальше. Вот эти доски. То есть, каждая, вторая. Чёрная, синяя. Они приехали такие или стали такие? Они приехали такими. Вот. Контора говорит то, что... Это всё... Они белизной промажут, очистят. Вот. Ну, как бы, белизной, то есть, ну... Всю доску. То есть, какая-то сомнительная тема. Куда идут эти доски? Эти доски идут на кровлю, на обрешётку кровли. То есть, по этим доскам будет укладываться металлочерепица, да. Ну, вот, видите, да? Ну, то, что пищит, значит, влажная древесина. Ну, да. Опять же, да, вот... Это естественной влажности. Ну, у нас здесь есть камерная сушка. То есть, весь каркас, по идее, камерная сушка. Поплёк и конденсат. Да. Ну... Когда мы храним дерево, надо сделать так, чтобы оно по торцам оставалось проветриваемым. Проветриваемым. И на прокладке, то есть, оно должно укладываться. Да, да, в штабе. Бригада заехала, опять же, в августе, где-то числа 10-го. Проработала месяц. За месяц она построила, вот, грубо говоря, вот то, что сейчас есть. Ну, да, месяц. Вот, работала, то есть, с 10 до 4-х. Суббота, воскресенье, выходной. 1-го сентября, выходной. Пятница, укороченный день. В общем, всё в таком ключе работа шла. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пройдёмся, начиная от фундамента и до перекрытия, до верхней обвязки, пока что второго перекрытия нет, полностью пошагово. Я вам расскажу про те технические моменты, которые здесь есть. Что хорошо, что правильно сделано и какие-то ошибки. Я при этом буду говорить, если это критичная ошибка, значит, это критичная. Если это не критичная ошибка, это, например, исправимая. Или можно просто, например, компенсацию от подрядчика получить, да, если это сложно исправить. То я об этом тоже так же скажу. У вас появится ясность, что конкретно надо делать, какие исправления. Вы можете сейчас не запоминать, потому что я так или иначе запишу это в результате, в текст. И приложу фотографии. И это будет заключение технадзора в результате у вас, который вы можете предъявить подрядчику. Смотрите, вот, пожалуйста, исправляйте. Да, если вы имеете что-то против, то давайте, пожалуйста, аргументы мне, почему здесь что-то неправильно. Что касаемо забивных свай, это сваи заводского изготовления. По ним обычно вопросов не возникает. То есть их даже, например, марку бетона, в принципе, не обязательно проверять. На мой взгляд, по крайней мере. Несущая способность одной сваи от 4 до 10 тонн. То есть ваш дом можно поставить условно на 4 сваях, он будет стоять. Поэтому к фундаменту, в принципе, вопросов никаких нет. На фундаменте есть металлическая пластина. Она служит для того, чтобы закрепить дерево к фундаменту. То есть вот этот вот первый брус, он называется опорным или обвязка фундамента. Кто как называет. И вот видите, вот здесь вот эти вот глухари. Крепеж, да? Да, да. Вот такие глухари должны быть, ну там, по 2 штуки на каждом соединении. То есть у каждой сваи. Гидроизоляция. Смотрите, вот для таких балок перекрытий, как вот в этом доме, 200 на 50 это сечение. Максимальная длина пролета от опоры до опоры по строительным правилам 3 метра 20 сантиметров. Это если шаг балок 600. Здесь 3,10, ну минус еще толщина вот этих опорного бруса, 3 метра. Вполне допустимо, то есть все в порядке. Да, вот это вот косяк, конечно. И это очень такой, очень неприятный косяк. Да, снимай, пожалуйста. Видишь, 63 сантиметра. Вот здесь вот. От начала, от начала балки до начала балки 63 сантиметра. Если смотреть сюда, 65 сантиметров. Да, соответственно, между балками 60. 63. 61. Вот здесь вот тоже, сними, пожалуйста. Фокусировка. 62. Да, мы перешли к перекрытию. И вот видите, сейчас я замеряю. И расстояние между балками разное. 61, 63, 65. Даже до 67, по-моему, дошло, да? Сколько было 60? 66. Вот. Да. 66 сантиметров. Что это значит? Что расстояние между балками разное. И, например, постелить сюда фанеру. По технологии, к примеру, платформа. Это тоже каркасная технология. Основная, я бы сказал, да? Потому что российский СП написан на основе канадской технологии платформа. Скопирована, я бы сказал. Там дюймовые сантиметры переведены. Вот. На пол укладывается фанера. А фанера стандартная. Она шириной метр 25. Вот здесь вот она уложится. А где-то, на каких-то расстояниях, она просто не уложится. Вот смотрите, вот я от центра доски до центра доски метр 28. Метр 25 вот здесь. Что это значит? Что я просто сейчас себя ограничиваю. Я не могу сюда постелить листовой материал. Я могу только доски постелить, например. Вот. Доски это тоже ограничение, потому что доски имеют расширение и сужение, да? В поперечном сечении. И поэтому, например, на доски постелить плитку, чистовую евроотделку сделать, уже сложнее, чем на плитный материал. То есть можно было бы, например, постелить фанеру. На фанеру, там, не знаю, ГВЛ, гидроизоляцию, плитку. Это следующий вопрос. Это следующий вопрос, прямо само собой возникающий. Да. Если здесь расстояние, там, вот здесь вот 56, да? Вот здесь вот, например, 61. Где-то мы сейчас смотрели, да? Где-то расстояние было большое. Вот. Соответственно, утеплитель, он идет шириной 60 сантиметров. Где-то будет щель. Конечно, конечно, да. Мы себя ограничиваем. В данном случае я бы советовал тогда сюда засыпать, например, эковату или какой-то любой насыпной утеплитель, либо пенополиуретановый, ну какой-то, который форму не имеет, чтобы здесь не было щелей. Потому что, ну, придется еще какие-то затычки придумывать для того, чтобы сделать герметично. Вырезать, отрезать лоскутки, вставлять. Да, это не вариант, конечно. То есть время, опять же. Это и время, и это снижение теплоэффективности. Понял. Вот. Это исправить трудоемко. Исправить. Ну, можно. Это, ну, как это, двигать перекрытие. Это трудоемко. Очень. Двигать вот это перекрытие, когда уже стены стоят. Сейчас бригада съехала. То есть по причине того, что, ну, не договорилась как-то по финансам со строительной компанией. То есть, ну, по выплатам. Ну, тут спорный вопрос. У каждого своя правда. У бригады своя правда. У компании своя правда. Ну, то есть тут не суть. Факт в том, что сейчас стройка стоит. Тоже вопрос качества. Ну, один из главных вопросов. Потому что, когда съехала первая бригада, когда я начал искать новую бригаду, каждый день ко мне приезжали на участок люди, смотрели на качество постройки, грубо говоря, и на качество материала. И каждый, каждая бригада выявляла свой какой-то недостаток, свой нюанс, свои ошибки. Она находила. И в итоге получилось так, что последние две бригады просто говорили, что нужно все полностью разбирать и полностью собирать. Вот. Дальше по перекрытиям. У нас есть межкомнатная перегородка. И под перегородкой нужны так называемые противопожарные перемычки. То есть вот сюда устанавливается перемычка. Она защищает перекрытие от складывания, как от домино, эффекта, да, домино, когда перекрытие вот так вот, ну, падает от нагрузки, от чего угодно. Сюда здесь вот вставка, распорка. И если, например, в одной комнате возникает пожар, что угодно, эта перемычка, несмотря на то, что она деревянная и горючая, она защищает от того, чтобы дым или огонь переходил из помещения в помещение. Она препятствует возгоранию в соседней комнате. Вот здесь у нас такая, ну, доска заканчивается, да, и здесь вот доски внахлёст. Вот здесь все то же самое. То есть здесь межкомнатная перегородка, соответственно, сюда надо установить распорку. На всём расстоянии. Вот эта вот обвязочная доска у перекрытия, передняя назовём её так, она стоит посередине под наружной стеной. То есть если смотреть на расстояние, да, вот здесь у нас 3, почти 4 сантиметра, а здесь 6,5 сантиметров. То есть вот эта вот доска, обвязка, перекрытие проходит не под наружной лицевой вот этой стороной наружной стены. Что это значит? Что мы сюда утеплитель положим, вот, и здесь будет всего 5 сантиметров утеплителя, и это будет являться мостиком холода для того, чтобы холод с улицы вот сюда вот внутрь помещения заходил. Следующее – это то, как крепятся доски перекрытия к опорному брусу напрямую. То есть вот здесь вот тоже должны быть гвозди наискосок. Ну вот сюда и сюда. Наискосок. И там, и там. Ну то есть по всем соединениям перекрытия с обвязочным брусом должны быть вот так наискосок гвозди забиты. Если открыть строительные правила 3105, это всё нарисовано. То есть здесь вот ребята решили прибить. А с другой стороны? С другой – нет. Перекрытие кручёное, конечно, да. Ну, Павел, ну, она естественная влажность. Её, как бы, если бы стояла здесь распорка, да, то есть она бы не дала дереву крутиться. Да. А тут распорки нет, и она пошла винтом. Ну, то есть, да, тут… И то есть я уже забил тревогу, то есть это всё дело строилось. Ладно, хорошо, я нашёл бригаду, да. Но опять же, кто-то же должен осуществлять контроль над ней, правильно? То есть… Контроль-то осуществлялся? Контроль, опять же, бригадира, я, ну, на участке… Я ездил каждый день, так как я здесь живу недалеко, ездил каждый день, проверял, работают ли ребята, во сколько приходят, во сколько уходят. Вот. А как бы бригадира в это время, то есть, как бы, когда я приезжал, то есть, ну, ни разу не видел. Даже если он приезжал, не суть. Бригада грешит на то, что проект не должным образом им был предоставлен. Нет, щель с пальцем – это, конечно, плохо. Вот. Но это в строительных правилах не прописано. То есть, это так не должно быть. Но это нельзя, может быть, предъявить как претензию. Это просто неаккуратность строителей. Вот. Смысл примерно такой, что, вот смотрите, это стена. И доска первая, да, которая лежит на полу – это обвязка стены. И заранее предугадать, например, где конкретно окажется стык досок обвязки стены, да, это, ну, просто трудоемко, неудобно и все такое. И на это нет никаких регламентов. То есть, делаем там, где это удобно, ну, естественно, то, что она, вот этот вот стык досок сделан под стойкой – это хорошо. Потому что, если бы этот стык был, например, на балке перекрытия, вот здесь вот, да, это, ну, может быть, и лучше, но это трудоемко для того, чтобы это все рассчитывать. Нет, ну, хорошо. То есть, как бы стык здесь. То есть, тут можно подставить, например, вот эту распорку. Здесь должна быть распорка, конечно. Щель с палец, укосина, уже смонтирована. То есть, например, если сверху бить, например, кувалдой, ну, просаживать эту доску, то есть, тут не даст распорка это сделать. Вот это? Да. Также, вот, тоже доска. Та же самая история. Щель с палец, укосина, бита. Угу. Александр, эти вопросы решаются, в первую очередь, конечно же, калиброванным пиломатериалом, и второе, конечно, прямыми руками строителей. Сверху бить кувалдой – это недопустимо. У вас есть финский ригель. Собственно, он предназначен для того, чтобы никакие кувалды там не бились. Понятно. И чтобы это не надо было делать. То есть, когда ребята собирали. Эта доска уже была вертолетом. Угу. Вот. Ее не притянули. Ну, опять же, тут… Ни саморезами, ничем, никак не соединили. Вот. Доска нестроганная, доска уведенная. Не выбирали, или, возможно, выбирали выбрать не из чего. Пиломатериалы некачественные. Тоже часто бывает. И так оставили. Рассчитывая на то, что, ну, закроют. Ну, да. И так останется. Нет, смотри, то есть у нас идет, как по проекту, перекрестное утепление. То есть, ну, хорошо, опять же. Перекрестное снаружи? Перекрестное снаружи. Угу. Я понимаю. Перекрестное утепление. То есть, даже если оно будет кончаться, к примеру, вот здесь вот, ну, то есть обрешетку, то есть, например, вот пластину утеплителя. Здесь будет 5 сантиметров утеплителя. Здесь будет всего лишь, да, 5 сантиметров утеплителя. Давайте посмотрим. Вот эта доска у нас высотой 4,3 сантиметра. Угу. Да. А вот эта доска высотой 5,4. Давайте вот так вот, может быть, на камеру я покажу. Вот я держу ровно. Вот, 5,4, видите. Ну, с другой стороны, сейчас, да. Вот эта доска выше, чем вот эта. Вот. Соответственно, эта доска была уже установлена, и эта доска, вот эта обвязка, она просто села под нагрузкой, потому что она просто тупо тоньше. Не строганный пиломатериал, тем более напиленный на ленточной пилораме. И теми людьми, которые работают на ленточных пилорамах, а им хочется как можно быстрее, а часто еще ленточные пилорамы, они, знаете, какие, туда там подается-то вручную. Ну, то есть, не с определенной скоростью подается, да, а как можно быстрее, чтобы за смену сделать больше пиломатериала. Соответственно, лента начинает играть, ленту надо точить своевременно раз в какой-то период. И пиломатериал качеством не будет отличаться никогда. Так, да. Поверьте мне, сколько ни пилорам мы не просмотрели, бестолковое занятие. Вот. Либо пиломатериал должен стоить тогда дороже, да, закупка, вы знаете, как они не подорожали. Вот. Либо строгаем, и решаются все проблемы. Прямо прошел по всем стоечкам, вот так вот. И вот прямо здесь, например, или вот здесь, написал бы расстояние между стойками, чтобы проконтролировать те ячейки, где расстояние 60 сантиметров, да, больше, чем 59. Или меньше? Больше, чем 59. А меньше? Ну, меньше. Меньше же тоже там будет утеплитель. Меньше плотно. Его может выгибать, да. Выгибать. Вот. И его дом будет, по крайней мере, достаточного качества, может быть, и не идеального. Вот. И это важный момент, потому что, что ждет заказчика? Либо у него есть ясность, да, в том, как действовать. Либо заказчик плавает. А как работать с подрядчиком? А на что обращать внимание? Что исправлять? Что не исправлять? Вот пока нет специалиста технодзора, который даст конкретные понятные ответы, заказчик плавает. Сейчас появляется ясность, и это очень хорошо.